Девчонки, всем привет! В этом видео я бы хотела вам рассказать об одной приятной вещичке, которая радует меня каждый день. Это вот такой вот браслетик Пандора. Пандора это датская компания, созданная в 1982 году. Отличительная черта этой компании состоит в том, что каждая девушка может сама создать ювелирное украшение, основываясь на каких-то своих личных предпочтениях. В последнее время на улице, в ресторанах я стала замечать, что многие девушки носят браслеты Пандора. Но они все равно все разные. И мне кажется, что даже практически невозможно встретить одинаковые браслеты Пандоры с одинаковым набором шармов. Я думаю, что Пандора это не только украшение, это еще напоминание о каких-то радостных, важных событиях в вашей жизни. Не знаю, будь это свадьба, рождение ребенка, первое слово ребенка, любимое домашнее животное, путешествие. Вообще, это может быть все, что угодно. Девочки, а теперь я хотела бы вам показать свою небольшую коллекцию Пандоры и рассказать про некоторые шармы. Я сейчас хочу рассказать о своем любимом серебряном браслетике Пандора. Сейчас я по кругу начну рассказывать о каждом шарме. Приступим. Первый шарм это рыбка. Я очень-очень люблю рыбок. Это неспроста. Вот даже, кстати, вчера купила вот такой вот себе бампер для телефона. Такой прорезиненный, приятный на ощупь. Надеюсь, он не скоро протрется. Так. Далее. Следующий шарм. Это клипса. Она не дает шармам ездить в разные стороны беспорядочно. И на ней вы можете увидеть такую вот прекрасную золотую бабочку, которая свисает на ручку. Далее шарм с буквой В. Он из золота и серебра. Это первая буква моего имени. Далее мишка. Затем буква Б. То есть получается это имя моей фамилии. Вот эти два шарма. Далее бычок такой улыбчивый, симпатичный. И всю эту линию завершает снова рыбка. Только уже другая. Еще одна очень важная деталь этого браслетика. Это вот такая вот золотая цепочка. Она, во-первых, очень красиво смотрится. А также она служит защитой, если браслет вдруг расстегнется. Хотя такое маловероятно. Браслет с руки не упадет, а повиснет за счет вот такой вот цепочки. Далее есть в моей коллекции буковка З. Это первая буква моей девичьей фамилии. Затем вот такой вот браслетик. На нем ангелочек. Барабанчик. Очень люблю музыку. Уточка безумно милая. Пчелка с короной. И сундучок. Далее вот такая вот смешная собачка. Это, наверное, бультерьер, мне кажется. С хвостиком. Очень люблю собак. Такая веселенькая на самом деле. И фотоаппарат. Камера. Тоже понятно, почему тут она. Еще есть ежик. Мне кажется, он очень милый. Необычный. Интересный. Как-то он всегда выделяется на браслете. Далее шарм из муранского стекла. С божьей коровкой. Как раз пару пчелки. Тоже очень-очень мило. Далее, девочки, при каждой покупке в подарок дается вот такая вот салфеточка, чтобы протирать наши шармы и браслетик. Чтобы они всегда блестели, как новые. Так, девочки, мне вот подарили такую вот прекрасную косметичку для хранения Пандоры. Ну, конечно, можно не только Пандоры, я думаю, хранить в ней. Такой у нее прекрасный нежный цвет. Кожаная. Прекрасные строчки прочные. Тут косметичка внутри. Вот. Разные отделения. Тоже вот, видимо, кольца Пандоры можно вставлять. Столько разных отделений. Но вообще, очень приятная вещичка. С собой, например, взять, чтобы ничего не потерять. И, по-моему, вот эта вот косметичка, она отстегивается. Да, посмотрите, можно просто такую косметичку Пандоры с собой взять. Ну, разве не чудесная? Очень мне нравятся такие вот подарочки. Всем хорошего настроения. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Я сейчас иду пить чаек с моими любимыми макаронс, которые я купила в Елисеевском. Они там невероятно вкусные. Ну, это известный магазин в центре Санкт-Петербурга. Я уже, правда, съела парочку. Вот они всегда так красиво упаковываются. Так что имейте в виду, обязательно зайдите сюда, когда будет возможность, когда будете идти по Невскому, проходить мимо. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok